МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Подводим итоги вторника, 25 июня, в студии Рехатанзейский. Смотреть сегодня. Утвердили список. Единая Россия назвала имена кандидатов, которым предстоит побороться за депутатские кресла в городском совете. Кто идет на выборы? Новые тротуары и расширение проезжей части к масштабной реконструкции автодороги на Ринмар-Искателе приступят уже в следующем месяце. Кому предстоит выполнить работы и что изменится для местных водителей? Как победить рак в столице региона состоялся форум, на котором обсуждали женское здоровье. Среди экспертов ведущие российские врачи-мамологи, онкологи и гинекологи. Какие выводы сделали участники? Большой репортаж. Диплом за счет государства. Департамент образования объявил о целевом наборе в российские вузы. На кого можно поступить и что для этого нужно? Четвероногие полицейские в России отметили День кинолога. Как проходит их служба и как обучают собак? Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Единая Россия определилась с именами кандидатов, которые будут выдвинуты на сентябрьские выборы в городской совет Наринмара. Все они были названы в ходе заседания местного полицовета. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Кандидатами от Единой России стали победители предварительного голосования. Оно состоялось еще 26 мая. Таким образом был сформирован итоговый список, в который вошли 15 человек. Каждому из них предстоит бороться за поддержку избирателей в одном из 15 одномандатных округов. Среди кандидатов в 9 человек партии, а также 4 действующих депутата горсовета. Вот полный список. Итак, на выборы в горсовет будут выдвигаться Павел Матвеев, Виктор Гмырин, Светлана Хозяинова, Анастасия Липунова, Юрий Суський, Денис Гусев, Елена Хабарова, Елена Обеленцева, Вера Дроздова, Олег Плесовских, Евгений Шестаков, Ирина Яркина, Александр Терелецкий, Ольга Козицына и Виктор Кырканова. Как дополнительно отметили в исполкоме партии, по итогам праймерис в одномандатном избирательном округе номер 7 центральный два кандидата Юрий Канев и Елена Хабарова набрали одинаковое число голосов. В сложившейся ситуации было принято решение о применении нормы выборного федерального законодательства, которая рекомендует отдать приточтение кандидату, сдавшему документы в более ранний срок. В результате в список для тайного голосования была внесена кандидатура Елены Хабаровой. Напомню, сами выборы в городской совет состоятся 8 сентября. К другим темам, Ненецкий округ принял участие во всероссийской акции «Горсть памяти», которая состоялась в годовщину начала Великой Отечественной войны 22 июня. Организатором в нашем регионе выступил военный комиссариат. Так, на безымянном кладбище произвели забор земли с братской могилой. Подобная процедура прошла и в других регионах, затем в столице России будет создан мемориал с частицами захоронения вокруг главного храма вооруженных сил. Участниками памятной акции стали представители окружной власти, заполярного района, мэрии Нарийнмара и патриотических движений региона. Также на мероприятии присутствовали потомки павших солдат. 22 июня главный храм находится у нас в городе Москве, в 19 часов. И во всех субъектах Российской Федерации стоялась Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». В рамках проведения этой Всероссийской акции, соответственно, мы также произвели изъятие земли с воинского захоронения нашего. Оно такое единственное в Нинском автономном округе. Воинское захоронение, есть воинские могилы, а захоронение вот это вообще одно. Итак, напомню, «Горсть Нениской земли» будет передана в Москву, где ее поместят в гильзу артиллерийского снаряда и установят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных сил России на территории парка «Патриот» в Подмосковье вместе с гильзами из всех других регионов. Возведение храма будет завершено в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Масштабная реконструкция автодороги Наринмар-Искателей начнется в июле. Об этом сегодня сообщили в Централизованном стройзаказчике. Я напомню, на прошлой неделе стало известно имя подрядчика, который выполнит капитальный ремонт транспортной артерии. Это московская компания СМК «Строй». Сумма контракта составила порядка 500 миллионов рублей. Согласно его условиям, реконструкция должна быть завершена до 20 декабря 2020 года. В профильном ведомстве пояснили, в рамках масштабных работ предстоит расширить проезжую часть. Кроме того, появятся новые пешеходные зоны, велосипедные дорожки, автобусные павильоны, автостоянки, энергосберегающие освещения и дорожные съезды. Также обустроят отдельные тротуары для передвижения маломобильных групп населения. Масштабную реконструкцию проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», финансирование которого осуществляется за счет средств окружного бюджета по госпрограмме развития транспорта. Добавлю, автодорога на Рейнмар-Искателе – один из крупнейших объектов, реконструируемых в рамках нацпроекта в 2019 году. Теперь тема ЖКХ. Размер максимально допустимой доли расходов жителей округа на оплату жилого помещения и коммунальных расходов будет уменьшен. Во втором полугодии он составит 16%. Соответствующий законопроект рассмотрели от депутата окружного собрания на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Согласно окружному закону о региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком округе, жителям предоставляется финансовая помощь по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. В настоящее время такая помощь предусмотрена, если коммунальные платежи превышают 18% от совокупного дохода семьи. Представленным законопроектом предусматривается уменьшение максимально допустимой доли расходов жителей округа на оплату помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи до 16%. По мнению разработчиков, это позволит сохранить численность получателей субсидии и ее размер для граждан на уровне первого полугодия 2019 года. Расходы окружного бюджета в 2019 году на эти цели составят 73 миллиона рублей. Ранняя диагностика сохранит здоровье и продлит жизнь маме. Форум по таким названиям прошел в окружной столице по инициативе Российского общества движения «Матери России» Федерального медико-биологического агентства фонда президентских грантов при поддержке Совета Федерации и Министерства здравоохранения. Участие в обсуждении вопросов сохранения женского здоровья приняли руководители региональных отделений движения «Матери России» по северо-западу страны, ведущие врачи – мамологи, онкологи и гинекологи. О том, кто входит в группу риска и лечится ли онкология, расскажем в нашем следующем сюжете. Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкологических заболеваний у женщин. По статистике, в год умирает более 22 тысяч представительниц прекрасной половины человечества. Ежедневно 47 российских детей остаются без мам. В нашем регионе привлечь внимание женщин к своему здоровью призван форум, который является частью большого всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме». Из моего окружения, еще в юности, ушло из жизни совсем молодых девушек и мам, более 12 человек. И это были совершенно люди одни близкие, другие неблизкие люди, но те, с которыми мы соприкасались. И вот с того момента я стала лично думать и потом со своими коллегами, со своей командой о том, как сделать так, чтобы расшевелить все женское сообщество страны для того, чтобы женщины полюбили себя. Расшевелить женское сообщество и привлечь внимание к профилактике онкозаболеваний – главная цель всероссийского проекта «Сохраним жизнь маме». Его реализация уже позволила тысячам женщин из разных уголков страны своевременно пройти диагностическое обследование у мамолога и тем самым сохранить свою жизнь и здоровье. Как говорят врачи, рак груди поддается лечению, если поймать болезнь на ранней стадии. В онкологии настолько большой прогресс за последние 10 лет достигнут, что сейчас речь об удалении молочной железы практически не идет, если это не запущенная стадия по вине, как правило, самой пациентки из-за позднего обращения. Но надо сказать, что запущенные случаи снизились до 7,8% из всей массы. В рамках работы форума команда врачей Федерального медико-биологического агентства «Россия», которое оказывает помощь в медицинском сопровождении проекта, приехала в Нинецкий округ для обследования женщин. Прием врачей был организован на базе Центральной районной поликлиники и частного медицинского центра «Сыновита». Все желающие могли пройти консультацию по вопросам сохранения женского здоровья совершенно бесплатно. Мы сейчас здесь были, а врачи выходили по очереди, они ходили на прием. Вчера был прием, целый день. Завтра будет прием женщин, целый день. Сколько нужно будет сюда направить бригад, мы столько и направим. Бригад врачей, которые практически не только посмотрят, но и тех, у которых пациенток будут выявлены достаточно серьезные случаи, не первая, даже не вторая степень, кому необходима в федеральных центрах помощь, мы их будем забирать и отправлять лечиться в Москву. Мы так делаем со всеми регионами, и очень многие женщины получили такую квалифицированную помощь. Врачи говорят, риск развития рака молочной железы существует у всех женщин, и с возрастом он только возрастает. Вот почему важно начать заботиться о своем здоровье уже сегодня и регулярно проверяться у специалистов. Выявление рака молочной железы на ранней стадии дает больше возможностей лечения и более высокие шансы на полноценную жизнь. Помните, ваше здоровье только в ваших руках. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал Север. Ненецкий округ Архангельской области и Чеченская республика – субъекты максимально свободные от наркотиков. Такие выводы сделали специалисты «Трезвой России», которые подготовили новый ежегодный антинаркотический рейтинг регионов. А вот самая неблагоприятная ситуация в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии. Напомню, всего год назад Ненецкий округ был на 14-й позиции, а Чечня – на 4-й. Архангельская область переместилась с первого места на второе. В нашем регионе результаты рейтинга связывают в том числе с отсутствием круглогодичного наземного сообщения с другими субъектами России. В Ненецком округе уже несколько лет не регистрируется смертность от отравления наркотическими веществами. В первую очередь это связано с тем, что в 2012 году на федеральном уровне был введен запрет на свободную продажу в аптеках лекарств, содержащих КДИН. Благодаря этой мере в регионе уже давно не фиксируются случаи кустарного производства и употребления дезаморфина – наркотического вещества, распространенного в 2000-х годах. Добавлю, в 2017 и 2018 годах в регионе было зарегистрировано 7 зависимых граждан, употребляющих тяжелые наркотики. Как отметил главный нарколог округа, в основном это приезжие, не проживающие в субъекте постоянно, либо освободившиеся из мест лишения свободы. Новые правила и больше контроля будущие повара в эти дни сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Практические испытания проходят на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума имени Волкова. Напомню, со следующего года все местные среднеучебные заведения перейдут на новую форму итоговой госаттестации выпускников. Она в обязательном порядке предусматривает моделирование реальных производственных условий для демонстрации студентами профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку, определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями. Ну а сегодняшний экзамен больше показательный. Впрочем, несмотря на это, к своему делу ребята подошли со всей ответственностью. Участникам дано 4,5 часа. За 4,5 часа они должны приготовить три блюда. Фингерфуд два вида, горячее блюдо из рыбы с двумя гарнирами и соусом и яблочный пирог на основе песочного теста. Оценить проделанную работу студентов предстоит профессиональным экспертам. Среди них действующие повара и потенциальные работодатели, владельцы кафе и ресторанов. Важная новость для выпускников, которые еще не определились с будущим местом учебы. Департамент образования, культуры и спорта напоминает абитуриентам о возможности заключить договор о целевом обучении по пятим профилям. В их числе психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Это начальная и иностранный язык, а также режиссура театрализованных представлений и праздников. В профильном ведомстве отметили прием на целевые места, осуществляется на тех же условиях, что и на бюджетные необходимы тот же набор предметов ЕГЭ и минимальные баллы. Что касается вузов, то департаментом определены следующие учебные заведения. Это САФУ имени Ломоносова, РГПУ имени Герцена, а также Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Напомню, в 2019 году целевая квота по заказчикам не детализируется. То есть зачислены будут те абитуриенты, которые имеют наиболее высокие баллы единого госэкзамена или лучше других пройдут конкурсные испытания. Для заключения договора выпускнику или его родителю, если абитуриент является несовершеннолетним, необходимо подойти в региональный департамент образования, культуры и спорта. Сегодня в России функционирует около 200 центров кинологической службы различного уровня. Служебные собаки оказывают помощь как в выявлении, пресечении, раскрытии преступлений, так и в охране общественного порядка. Ежедневно специалисты-кинологи несут службу в различных регионах страны. На Рейнмар не исключение. О буднях розыскной собаки расскажет Наталья Кислякова. Раджальгиз Беркут – служебно-розыскная собака породы немецкая овчарка. На службу в наши края Беркута привезли еще в 2015 году. Вместе с наставником, полицейским кинологом Иваном Лаврентьевым, Беркут прошел обучение в ростовской школе служебно-розыскного собаководства МВД России. И до настоящего момента гордо несет службу. Беркут ежедневно ездит на осмотр в ветклинику. Проходят необходимые процедуры, полный осмотр, измерение температуры и веса. Вакцинация. Ежегодно у нас проводится вакцинация от чулки, вакцинация от бешенства. Идет у нас дегерметизация. Она проводится раз в три месяца. Ну и так, каждый день стараемся приезжать к ветеринару на осмотр. Все равно температура тела, вес. Все надо смотреть. Распорядок дня служебно-розыскной собаки очень строгий. Питается только забалансированным кормом премиум и супер-премиум класса. Ежедневные тренировки и отбой тоже по расписанию. Животное, находясь на службе в полиции, может выполнять задачи, с которыми не справится человек. Но сотрудник выполняет важную задачу. Он координирует служебную собаку. Во время несения службы они становятся практически одним целым. У нас больше идет охрана общественного порядка и охрана конвоирования. Не допускаем побеги, пресекаем побеги. Но, слава богу, их у нас нет. То есть, послужной список у вас такой хороший? Да, да, конечно. Добавлю, 21 июня 1909 года был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак. С этой даты и начинается история кинологических подразделений МВД России. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова